Здравствуйте, я Рябцева Тамара Васильевна, кандидат в сельскохозяйственных наук. В свое время 25 лет отработала в отделе технологии плодоводства Института плодоводства в Самохвалычах. Приветствую вас на канале Процветок. И сегодня тема нашего разговора будет почвенное плодородие. И организация этого почвенного плодородия своими руками. Потому что, к сожалению или к счастью, климат у нас умеренный. А почва наша это отражение климата, безусловно. И так как у нас выпадает очень много осадков, и испарение не превышает выпадение осадков, почвы у нас кислые. И это одна из основных проблем низкого плодородия почвы. Ну, соответственно, если мы не будем им заниматься, если не будем принимать какие-то целенаправленные шаги по улучшению плодородия, то почвенное плодородие у нас будет желать много лучшего. Вообще основная проблема – это кислотность у нас и низкая гумусированность. Потому что в естественных условиях не очень большая биологическая масса вырастает. Идут процессы закисления, гниения в таком виде, скажем, газов разных, аммиака прежде всего. Когда гниют растительные остатки, это испаряется азот, испаряется в виде газа. И не минерализуется, и не остается в пролонгированном состоянии в почве. Поэтому задача номер один – произвестковать почвы и позаботиться о том, чтобы у нас как можно больше гумуса собиралось. Мы в состоянии увеличить содержание гумуса в почве значительно быстрее, чем в естественной природе. Как это делается? Очень часто, особенно сейчас осенью, можно пронаблюдать, когда идет уборка урожая, значит, все растительные остатки убираются, сжигаются. Но вот этого делать ни в коем случае нельзя, потому что все растительные остатки должны поступать на компостную кучу. Компостная куча должна правильно складываться. Мы об этом поговорим на отдельном занятии или лекции, не знаю, как их лучше назвать. Я расскажу вам, как это делается правильно. Но сжигать мусор – это растительный, просто недопустимо. И его нужно складировать, правильно перерабатывать и вносить в почву. Потом, значит, очень многие люди, ну, гдушаются, наверное, тем, мы очень много растительных, вообще целлюлозных остатков различных выбрасываем вон. Остатки пищи. Вот это недопустимо, это не делается нигде на Западе. Это все должно поступать в вашу компостную кучу. Бумага самая различная, все натуральные ткани – это все должно складироваться на компостной куче. Еще что можно делать осенью, вот сейчас, вот в данном случае. Когда вы убираете, значит, вот вы выкопали, например, картошку, да, собрали растительные остатки, значит, собрали их, отправили на кучу. Но сразу же почву нужно засевать седиральными культурами. И это вот натуральный выход. К сожалению, навоз нам часто взять просто негде, да. На помощь в этом плане нам приходят седираты. И сейчас самое время сеять седират. Но я хочу, чтобы вы поняли, что вообще земля не должна уходить голая в зиму. То есть она должна быть под растительным покровом. Седираты эти, вот они отрастают, и эта масса так и уходит в зиму. Это способствует, во-первых, корни. У нас очень ветрено, ветра с Балтики особенно превалируют у нас, западные ветра с Балтики. Они очень сильные, у нас развита очень ветровая эрозия. Ветровая эрозия у нас 68% земель в Беларуси эродированы, да. И даже водная эрозия не такой большой урон наносит на склонах, безусловно. На морозных площадях именно ветровая эрозия. Так вот, эти растения, они препятствуют этим. Во-первых, они удерживают саму почву. Естественно, когда морозы наступают, они умирают. Но они за время стояния в снегу, ранней весной, эта масса минерализуется. Потом она заделывается в почву, и в результате почва оздоравливается. Во-первых, крестоцветные проще всего посеять, но можно также и злаки сеять. И вот что касается крестоцветных, там достаточно много фунгицидов выделяется, которые тоже оздоравливают почву. Понятное дело, что не против всех они могут сработать. Кортневые выделения, допустим, крестоцветных, они не борются с нематодами. А вот уже злаковые, и особенно бархатцы и фацелия, они борются как раз с нематодой. Поэтому можно... Ну, что касается бархатцев, это нужно все-таки уже, если у вас какой-то участок гуляет, да. Так как бархатце африканское растение, оно теплолюбивое, и чаще всего его рассады высаживают ранней весной. Но, тем не менее, они дают очень хорошую зеленую массу. Массу семян можно потом получить, и использовать их не нужно, дорогостоящие покупать. И можно таким образом. Фацелия тоже замечательный, замечательный сидират, она и замечательный медонос. Но в это время фацелия дороговато, да, семена дорогие. Поэтому, может быть, не стоит. Все-таки на зиму я бы вам рекомендовала высевать либо горчицу, либо редьку масличную. Можно рапс высевать, можно озимый рапс высевать. В случае озимого рапса, у вас весной он перезимует и будет вегетировать. Ну, немножко там, тогда другая история с заделкой в почву. Почему? Значит, смотрите, тоже ошибка очень многих. Знают, что, допустим, нужно, даже с газонами вот так поступает, знают, что нужно вносить эту растительную массу в почву, но заделывают ее сырой. Вот этого делать нельзя. Потому что, опять-таки, нужно четко разделять процессы минерализации и процессы гниения. Если вы зеленую массу сразу закопаете в почву, у вас, особенно если почва влажная, это сразу начнет гнить все. И, естественно, как я уже вначале говорила, да, весь накопленный азот в этих растениях, он улетучится в газообразном виде, ну, и в большем проценте именно в виде аммиака. Никакой пользы нету, только дополнительное закисление и развитие патогенной флоры. А когда вы подсушите, все это зависит, конечно, от погоды. Ну, хотя бы три дня, вот как сегодня, допустим, такая вот погода. Собственно говоря, и в компостную кучу тоже нужно складировать слегка подвявшую, не просто зеленая вот масса, вот вы собрали в массе все и туда все сгрузили, и пускай там гниет. Нет, это не так. Нужно, чтобы оно немножко подвяло. И вот когда оно до воздушно-сухого состояния уже подвялилось, вот тогда это все заделывается в почву. Но уже как вы там будете заделывать, это уже дело каждого хозяина. Сейчас очень популярны такие технологии NUTIL называются, то есть без перекопки или с минимальным оборотом. Но тоже я хочу предостеречь, я как бы тоже за экологическое земледелие. Но все должно быть в разумных пределах, потому что вы должны понимать четко, что есть патогенная флора аэробная и анаэробная. И если мы не переворачиваем пласт земли, то у нас все-таки скапливается. Значит, на огородах это как бы не сильно важно, но, допустим, если это брать такие большие площади и интенсивное сельское хозяйство, от прохождения техники там образуется плужная подошва. То есть уплотняется очень сильно земля, и поэтому нужны специальные агрегаты для специальной обработки, глубокорыхлители и так далее. Ну, в огородах такой проблемы не существует, поэтому вот здесь вот не нужно путать плуги промышленные, потому что вот когда говорят про промышленный плуг, то там все-таки это происходит за счет прохождения тяжелой техники. На частных подворьях такой проблемы нет, и я все-таки за оборот пласта. И вот что касается еще почерного плодородия уже вне осеннего сезона, тоже ошибка очень многих, и это важно учитывать, особенно в свете последних потепления климата, изменения погоды. В последние четыре года четкая тенденция отслеживается, такая, что у нас всегда в апреле, в мае, в июне засухи. Засухи длительные по 40-60 дней. И когда вы спалываете, вот работу тоже все это летит на компостную кучу, этого тоже не нужно делать. Спалывайте, укладывайте в качестве мульчи, вот сразу возле опалываемых растений. Костите газон, то же самое, растилайте вдоль рядков, ну, той культуры, которую вы возделываете, в качестве мульчи. Вы убиваете двух зайцев, вы прикрываете испарение, то есть у вас меньше влаги испаряется, идет притенение, идет сразу минерализация почвы. Здесь остались у меня ряды картофеля, еще не выкопанного, и вот на них сейчас ничего не видно, но это летом застилалось скошенной травой. Притенение было вот за это время, лежа наверху, то есть оборота пласта не было, но следов травы уже практически не видно, то есть она уже освоилась растениями. А тогда она выполняла две функции, она не давала развиваться ветровой эрозии, она сберегала влагу. И картофель у меня, скажем, вот даже, ну, у нас во всяком случае в самохвалы человек здесь, не было, 40 дней не было дождя, но она не выглядела подвявшей, хотя подстилание у меня здесь, конкретно на этом участке, такое легкое, легкий суглинок, и, скорее всего, что подстилается с уписью, глубоко, сильно глубоко шурфы я не копала, но, судя по тому, насколько быстро уходит вода при ливнях, то я скажу вам, что это так. Это огороды, частный огород, сразу, чтобы было понятно. Только что выкопанная картошка, растительные остатки, ну, во всяком случае, сорняки, вот видите, вот уже вот гусеницосовки можно показать, и вот когда вы почву обрабатываете, вот этих вредителей можно физически уничтожить, они достаточно хорошо видны, слизней очень много, тоже можно физически их устранить, потому что моллюскоцидов у нас достаточно мало, крайне редко бывает. вот, и, значит, выкопанные растительные остатки в основном убраны, мы немножечко выравниваем поверхность почвы, да, и сейчас будем сеять сибираты. На сей раз у меня горчица белая, она очень быстро сходит, сейчас мы, семян много не нужно сеять, потому что когда переуплотнены посевы, понятное дело, что долго они развиваться не будут, вот теперь, да, то есть у них запас времени небольшой, они там сильно, но тем не менее, вот, допустим, как в прошлом году произошло, я достаточно густо посеяла, и обнаружила, что по краям, где было меньше семян, результат был лучше, потому что растения там вкустились, а где очень густо было посеяно, там они были такие тоненькие, как ниточки, то есть не нужно гнаться за очень-очень густыми посевами, растение тоже должно быть, ну, адекватную площадь питания иметь, и тогда оно будет более кустистое, и будет более мощно развиваться. Значит, что еще я хотела бы, вот в почвенном плодороде, про что мы еще не, ну, в этом репортаже пока не сказала я, значит, на кислых почвах не гонитесь во всяком случае в Республике Беларусь, большинство почв содержат суглинки, суглинистые почвы все содержат очень высокие дозы, высокое содержание в почве фосфора и калия, и не надо вносить удобрения без почвенного анализа, потому что вы дополнительно с внесением удобрений подкислите почву, а у вас и там и так его выше нормы. У нас немножко по весне не хватает азота, вот это можно подкармливать и делать это лучше в некормлюемые опрыскиваниями, и у нас не хватает микроэлементов. Вот микроэлементы, пожалуйста, на них нужно сосредоточить внимание, а так как микроэлементы дорогие очень, то тоже лучше покупать филатные соединения и делать вне корневые обработки. Мы посеяли, еще по идее нужно делать вот такую вот процедуру такого легкого уплотнения, да, можно это делать вот таким образом, грабельками, можно делать какими-нибудь досками, планшетками какими-то, то есть вы слегка подуплотнили почву. Очень хорошо, когда сразу после этого дождик пройдет, тогда все это быстро сходит. Вот сейчас рядышком я попрошу навести камеру. Вот эти вот сидираты, вот видите, они взошли, это буквально прошло 4-5 дней после высева. Тоже здесь был картофель, вот вы видите здесь земляничный физалис, несколько растений осталось, хрен там дальше, и вот сзади, где раньше рос лук, вот сейчас там выросла горчица, и там, да, уже сантиметров 15, даже и 20. Я надеюсь, что прозвучавшая информация будет вам полезна на практике, ну и я буду рада, если я смогла своими советами вам в чем-то помочь решить какие-то проблемы.